Тема шестнадцатая. Великие реформы. Параграф первый. Необходимость реформ. В середине 1850-х годов необходимость крупных преобразований признавалась многими общественными деятелями России. Желание устранить враждебные чувства между помещиками и крестьянами было, наконец, провозглашено и официально. 30 марта 1856 года император Александр II произнес перед предводителями московского дворянства речь, положившую начало его решительным действиям по отмене крепостного права. Неизбежность реформ следовала и из политической обстановки в стране. По донесениям департамента полиции, крестьянские волнения происходили около 30 раз в год по всей России. Одной из причин, участивших их, особенно в южных губерниях, стал быстро распространяющийся слух о предстоящем освобождении крестьян. Среди них велись разговоры о том, что правительство выпустило указ о заселении разоренных войной мест в Крыму и набирало туда добровольцев. Попытки переубедить крестьян практически не имели успеха. Остро стояла и проблема дворянства, которая беднела, поскольку многие существовали на средства от заложенных и перезаложенных имений, что сказывалось на положении их крестьян. Таким образом, необходимость коренных преобразований была актуальной для обеих основных социальных групп российского общества – дворянства и крестьянства. Однако главным толчком к правительственным решениям стало поражение России в Крымской войне. Только серия реформ могла способствовать возрождению страны, победить крымский синдром – полосу болезненной неуверенности в себе. Параграф 2. Отмена крепостного права. Параграф 2. Работа по подготовке крестьянской реформы началась с января 1857 года созданием секретного комитета по крестьянским делам и редакционных комиссий, а завершилась она только к концу 1860 года. В этой работе приняло участие не только чиновничество, но и дворянство. С 28 января по 17 февраля 1861 года обсуждение проекта проходило в Государственном Совете при личном председательстве императора, желавшего ускорить ход событий. 19 февраля Александр II подписал манифест и положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. В манифесте говорилось о том, что именно по инициативе дворян были составлены предложения о новом устройстве быта крестьян. Положения о крестьянах насчитывали 1809 статей, учитывавших большинство ситуаций, могущих возникнуть на местах в процессе проведения реформы. Эти положения распространялись на помещичьих крестьян 45 губерний Российской империи. Положение упразднили помещичью власть. Вчерашний крепостной ныне становился юридическим лицом, который может владеть собственностью, подавать судебные иски и участвовать в выборах в органы местного самоуправления. Он мог также, правда, с известными трудностями, изменить сословную принадлежность. Таким образом, крестьянин получил теоретическую возможность изменить свой политический статус. Помещики были обязаны выделить крестьянам участки земли в бессрочное постоянное пользование. Размер на дело должен был определяться полюбовно между крестьянином и барином на основании установленных минимальных и максимальных норм для различных регионов страны, которые колебались от одной до семи десятин. Нормы определены были из расчета, что у помещика должно оставаться до двух третей всей земли. Причем это были не только пахотные площади, но также луга и леса. Оставшаяся одна треть делилась между крестьянами. Если по установленным нормам у крестьян оказывалось меньше земли, то помещики убавляли свои земли, пререзкие для крестьян. И наоборот, если у крестьянина оказывалось земли более положенного, отрезали у него отрезки. Лично для крестьянина предельный размер на дело был равен семи десятинам. Если у него до реформы было больше земли, то землю у него отрезали в пользу помещика, если меньше – прирезали. По закону вся земля, имеется в виду частное владение, принадлежала помещику. Поэтому за уступленные крестьянам угодья нужно было платить. Юридически эта операция выглядела как предоставление банкам крестьянину кредита для приобретения земли. Но государство не собиралось выдавать деньги на руки крестьянину. Эти деньги были перечислены помещикам в виде ценных бумаг. Поскольку более 80% мелких и средних дворян задолжало государству по залогу собственных имений, и этот долг был бы безнадежным, то стоимость оплаты за землю погашала многие долги. Крестьянин, приобретая землю у помещика, вступал в новые отношения с государством. На выкупные платежи ему предоставлялось 49 лет в рассрочку под 6% годовых. Таким образом, правительство заплатило помещикам 80% стоимости земли, не затратив практически ни копейки, но получив дополнительный источник дохода – крестьянские выплаты. 20% выкупной цены крестьянин должен был уплатить деньгами или барщинной работой непосредственно помещику. Бывшие крепостные считались временно обязанными до тех пор, пока они не рассчитаются и с помещиком, и с государством, а до момента расчета они должны были нести прежние повинности. Благодаря этому помещики получили возможность подготовиться к переходу на вольный наем работников, а хозяйство страны было застраховано от резкого падения сельскохозяйственного производства. Чтобы обеспечить аккуратную выплату выкупных платежей, правительство отдало землю в собственность не отдельных хозяев, а сельских общин – традиционной формы общежития русских землепашцев. Община была сохранена там, где имелось раньше, и сформирована в тех местах, где ее не было. В общине главную роль играл сельский сход, мир, решавший свои внутренние проблемы и разрешавший внутренние конфликты. Между сходами такую роль играл выборный староста. Община, кроме некоторых прежних прав, перекраивания наделов, получила часть власти, ранее принадлежавшей помещику. Такой орган местного самоуправления, вследствие существовавшей круговой поруки, облегчал правительству налоговый контроль и обеспечивал в известной степени социальную стабильность. Реформа предотвратила массовые крестьянские восстания, которым призывали радикалы и которые привели бы к постепенному разрушению государства. Поскольку реформа 1861 года была результатом компромисса разнородных интересов государства, частных владельцев и крестьян, то многие ее положения вызывали критику и даже явные неприятия. Однако средний путь, выбранный реформаторами, был близок к оптимальному, а с точки зрения государственной казны еще и выгодным. Деньги, поступающие от крестьян, давали резкий толчок развитию промышленности и железнодорожного строительства. Последовал также и демографический рост. Население империи в 1890-е годы по сравнению с 1858 годом возросло вдвое до 125 миллионов человек. Параграф 3. Буржуазные реформы Крестьянская реформа ускорила реформаторские процессы Российской империи. В 1864 году была завершена судебная реформа, которая, по общему признанию, являлась наиболее успешной. Согласно судебной реформе 1864 года, все виды преступлений, включая политические, сделались подсудными обычным судам. Судебные заседания стали открытыми, а их материалы должны были публиковаться в официальном правительственном вестнике. Сразу после отмены крепостного права началась работа над судебными уставами, что было обусловлено новым состоянием крестьян. Ранее судьями для них были только помещики. По положениям реформы судебная власть отделялась от законодательной и исполнительной. Судьи стали несменяемыми и обрели независимость. Открытые судебные разбирательства велись на принципах гласности и состязательности. Вводился суд присяжных. Для менее значительных дел учреждался мировой суд в уезде. Судебная реформа создавала реальные условия для формирования правового сознания у большинства населения. При Министерстве внутренних дел под председательством Милютина к 1864 году было разработано положение о губернских земских учреждениях. Предусматривалось, что вновь создаваемые органы местного управления решали лишь вопросы местного значения. Положение было шагом к созданию представительных органов пока, правда, на местном уровне и было попыткой бороться с бюрократией, которая в России казалась непобедимой. По положению в России вводились земства. Выборные органы местного самоуправления на двух административных уровнях – уездном и губернском. Вземства или земские собрания выбирались сроком на три года гласные. Члены земских собраний – от трех курий – уездных землевладельцев, городских избирателей и сельских обществ – общин. На самих собраниях избирали управы, исполнительные органы. В компетенцию земства входили вопросы народного образования, здравоохранения, благотворительности. Доходы земств складывались из специальных налогов, а также из налогов на доходы торгово-промышленных заведений. Политических прав у земств практически не было, кроме права подачи прошений правительству, которые могли тормозиться на уровне губернатора. Не обладали земства и законодательной инициативой, однако в целом земства меняли условия жизни, привычные взгляды и нравы. Развитие империи требовало нового подхода к делу народного образования. Внедрение технических достижений во все сферы производства, с одной стороны, отсутствие правового сознания населения, с другой, вынуждали расширять границы народного образования. В пореформенной России существовало три типа начальных школ – министерские, земские и церковно-приходские, имевшие целью дать начальное образование путем преподавания чтения, письма, арифметики и закона Божьего. Для учащихся гимназии устанавливалась плата, но гимназии были бессословными и делились на классические и реальные. В классических преобладали гуманитарные и естественные науки, в реальных предпочтение отдавалось точным наукам. Выпускники классических гимназий получали право поступать без экзаменов в университеты, выпускники реальных в технические учебные заведения, учились в гимназиях семь лет. С 1862 года начали открываться женские гимназии. Принятый в 1863 году университетский устав предоставлял широкие права университетам, выборность ректора, деканов, профессоров, свободу в распределении денежных средств. В университеты не допускались женщины. Для них с 1870-х годов появились высшие женские курсы, одни из самых престижных бестужевские курсы в Петербурге. После покушения Каракозова в 1868 году на Александра II отношение к проводимым реформам образования изменилось, контроль государства над учебными заведениями был усилен. В 1864 году претерпела реорганизацию военное управление. Было образовано 15 военных округов, каждый со своим управлением и подчинением непосредственно военному министру. Таким образом, это было началом централизации военной власти. Постепенно изменялся принцип комплектования армии. Новый устав о воинской повинности отменял сословность армии и выводил принцип всеобщей воинской повинности, распространявшейся на все мужское население империи, достигшее 20-летнего возраста. Для сухопутных войск устанавливался шестилетний срок действительной службы и 9 лет пребывания в запасе, для флота 7 лет срочной службы и 3 года в запасе. Реформа вводила систему льгот и привилегий для различных категорий граждан. Срок действительной службы значительно сокращался в зависимости от образования. От 4 лет для окончивших начальную школу и полутора лет для окончивших гимназию до полугода для имевших высшее образование. Срок уменьшался вдвое для тех, кто шел на действительную службу добровольно, вольно определяющихся. Что касается технического вооружения армии, то были учтены уроки Крымской войны. Гладкоствольные ружья заменялись нарезными, парусный флот сменялся паровым. Артиллерийский парк пополнялся новыми системами орудий. В целом боеспособность русской армии возросла, и новшества положительно сказались во время военных действий в Средней Азии, на Балканах и в Закавказье. Продолжение следует...